МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бальная система начисления пенсий может уйти в прошлое. Не верите? Расскажем. Прогресс медицины положил конец той эпохе, когда каждый умирал себе, когда пожелал. Для прикамских студентов-медиков закупят новые тренажеры. Когда? Поясним. Пермский край показал, что капремонт – это не стихийное бедствие, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Как так? Разъясним. Рубль – одна из самых недооцененных валют в мире. Такое мнение высказали аналитики Дойче Банка. По их мнению, нынешний курс рубля несправедлив. По мнению аналитиков Дойче Банка, рубль является одной из самых недооцененных валют в мире. А вот доллар переоценен. Поэтому рубль снова вернется к уровню 60 рублей за доллар, ведь он на 15% слабее своего справедливого курса. Вообще, в последние пару лет мир охватило некое валютное безумие. В прошлом году умопомрачительные рекорды стоимости ставили биткоин и другие криптовалюты. Потом интерес к криптовалютам в одночасье рухнул. Началась лихорадка у валют стран с развивающимися рынками. В итоге, по мнению немецких банкиров, на сегодня 21 национальная валюта оказалась недооценена, а еще 10 переоценены. Помимо рубля в тройку недооцененных валют вошли турецкая лира минус 46% от справедливого курса и колумбийский песо минус 22%. В топ-5 чрезмерно переоцененных валют вошли чешская крона, южнокорейская вона, тайский бат, доллар США и швейцарский франк. Доллар переоценен примерно на 7%, следует из обзора банка. Правда, российские эксперты считают, что рынок все-таки объективен. Экономика США ведущая в мире, а экономика России занимает примерно 1,8% от мировой. Именно поэтому любое внешнеэкономическое потрясение оборачивается для нас кризисом. Также сейчас нет возможности дешево кредитоваться и за санкции, и это еще больше ослабляет рубль. Сейчас Америка закрывается от всего мира. Стратегические союзники ей уже не нужны. Она осваивает методы торговых войн и протекционизма. Американцы поощряют не тех, кто продает им товары, а тех, кто заливает деньги в их государственные и частные бумаги, а также просто в доллары. Внутренний рынок США завален собственными отличными товарами для своего потребления. А раз у них есть куча отличных товаров, то их по-любому купят. Естественно, за доллары. Похоже, нам придется приветствовать очередную пенсионную новеллу. Правительство может поменять формулу расчета пенсий россиян. Бальная система, которую мало кто понимает, уйдет в прошлое? Правительство, возможно, изменит форму расчета страховых пенсий. Как уточняют некоторые федеральные СМИ, документ уже одобрен Кабинетом министров. Имеется в виду отмена бальной пенсионной формулы. Сегодня для получения страховой пенсии нужно достичь пенсионного возраста, иметь определенный трудовой стаж, а также набрать нужное количество пенсионных баллов. Эти баллы переводятся в рубли в соответствии с определенной правительством стоимостью. По словам экспертов, система не прозрачна, а расчеты слишком сложны. Проконтролировать, каким образом формируется будущая пенсия, исходя из этой формулы, практически невозможно. До самого момента назначения пенсии работник мог только примерно оценить размер будущей пенсии в ничего не говорящих ему баллах. Согласно данным ПФР, на 1 января этого года для получения страховых выплат нужно набрать 13,8 баллов и иметь 9-летний стаж. При этом стоимость балла составляет 81 рубль 50 копеек, а фиксированная выплата около 4983 рублей. К 2025 году требования возрастут до 15 лет и 30 баллов соответственно. Сейчас отмечается дисбаланс в пенсионной системе. Баллы индексируют в зависимости от уровня инфляции, а это приводит к завышению пенсионных обязательств. Главная проблема системы с пенсионными баллами в том, что от человека мало зависит размер его будущей пенсии. Люди с большими зарплатами физически не могут накопить больше предельного количества баллов до 10 в год. Кроме того, Госдума ратифицировала конвенцию минимальной оплаты труда, согласно которой уровень пенсии должен быть не меньше 40% от утраченного заработка. Нынешняя модель расчетов это условие не соблюдает. Предлагаем вашему вниманию очередные новости госзакупок. Очистку водоемов Мотовилихи закончат к ноябрю следующего года. Претенденты на капремонт мостов в Пермской глубинке не найдены. Технический прогресс позволит студентам-медикам отрабатывать практические навыки не на пациентах. Помимо Мотовилихинского пруда, с которого уже спустили воду, уборке подвергнутся берега и русла речек Большая и Малая Мотовилихи. Это первая новость госзакупок. На первом этапе предполагается именно их очистка от древесно-кустарниковой и водной растительности, бытового мусора и автопокрышек. На втором этапе уже в зимний период начнут выгребать донные остатки. Это предстоит делать землеройным машинам. Капитальная приборка на дне пруда и русел рек обойдется бюджету в 13 с лишним миллионов рублей. Оплачивать работы будет федеральный бюджет. А вот претенденты на капремонт мостов в Пермской глубинке не найдены. Это вторая новость госзакупок. На кону работы на 125 миллионов рублей. Вот только четыре тендера повторные. Это два моста на трассе Чернушка-Куэда через речку Солодовку и Бигбординку. Мост через Тулумбаюху в Аханском районе и мост через Искильду в Бордымском. Хочется верить, что их все-таки отремонтируют. А вот Пермский медуниверситет приобретет шесть учебных тренажеров за 38 миллионов рублей. Это третья новость госзакупок. Закупаемая аппаратура позволит студентам отрабатывать практические навыки без тренировок на пациентах. К примеру, это виртуальный симулятор для отработки практических навыков в бронхоскопии. Виртуальный пациент с набором клинических случаев. И виртуальный симулятор для лопаромоскопии. В цену товара входит и поставка, и запуск техники, а также обучение обслуживающего персонала. В Перми завершилась работа Пятого Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В нем приняли участие более 400 представителей из 79 субъектов Российской Федерации. Съезд проводится в целях обмена опытом и формирования новых практик. Все это позволяет двигаться вперед, обновлять жилой фонд, задавать современные стандарты комфортного и безопасного жилья. И в конечном итоге повышать качество жизней жителей страны. Система капремонта заработала. Это очевидный факт. Каждый шестой дом отремонтирован. Высокая собираемость. Люди стали доверять системе. Пермский край исторически был с проблемами по капитальному ремонту. За последний год динамика и объема работы, выполнение работы, качество очень существенно выросло. Система капитальных ремонтов домов в стране – самый масштабный проект модернизации жилого фонда в ее истории. За пять лет капремонты проведены в 135 тысячах домов России, где живет 17 миллионов человек. Жилой фонд Пермского края составляет более 28 тысяч домов. Из них почти половина, более 13 тысяч, включена в региональную программу. За последние полтора года краевые власти полностью пересмотрели подходы к капремонту. Раньше под ним понимался один вид работ, то есть один элемент на один дом в год. Сейчас объединены четыре вида работ – внешние, внутренние, лифты, исследования и разработка документации. Такой подход запланирован на трехлетний период. Мы действительно динамику наращиваем, но ситуация пока далека от благополучной. И по выполнению программы этого года мы в четыре раза объема работы увеличили, но этого мало, надо было в восемь увеличить раз. Поэтому мы должны в следующем году сделать большие шаги. Мы же тоже понимаем, люди платят, да, надо, задача не освоить эти деньги, да, задача качественно, эффективно, экономно выполнить работы. Сегодня в рамках программы капремонта в Прикаме проходят комплексные ремонты на основе комплексного обследования домов. По сути, восстанавливается система технического учета состояния жилого фонда. Это даст возможность скорректировать региональную программу, очистить ее и выстроить приоритеты. Где нужно в первую очередь отремонтировать систему водоснабжения, где кровлю, а где объекты благоустройства. Очень важно, чтобы все эти объекты благоустройства были насыщены жизнью. И зимой, и летом, и в межсезонье. Я был в крае несколько раз до этого. Понятно, что задач еще огромное количество, но динамика изменений, она есть, это заметно, и я считаю, что Пермскому краю повезло. Сейчас власти Пермского края взяли курс на развитие цифровой экономики. И цифровизация ЖКХ, городского хозяйства – одно из ключевых направлений работы. Основа «Умного города» – цифровые данные по каждой стройке, по каждому ремонту. Все текущие ремонты сейчас можно отслеживать в режиме онлайн на сайте «Управляем вместе». Рост цен на топливо давно не новость, а повседневная действительность. Но если рост на бензин сразу отражается на нашем кармане, то авиатопливо с задержкой. Российские авиакомпании из-за роста цен на керосин в первом полугодии впервые в истории получили убытки на традиционно прибыльных международных направлениях, пишет издание «Коммерсант». Дело в том, что убыточность внутренних линий – дело привычное. А вот что касается международных рейсов, то такое происходит впервые. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта отмечают, что расходы на авиакеросин выросли на 40%. В целом расходы перевозчиков в 2018 году выросли на 22%, а доходы всего на 18,5%. Понятно, что диспропорцию будут закрывать за счет повышения цен на билеты. Однако некоторые авиаперевозчики отмечают, что разрешить ситуацию через повышение тарифов вряд ли удастся в связи со снижающейся покупательной способностью потребителей. Таким образом, либо увеличение доходов, либо уход с рынка перевозчиков может разрешить ситуацию. Что-то государство, правительство же пока не решило, выделит ли 22,5 миллиарда рублей для компенсации высоких цен на авиакеросин. Это была программа НЭП и ее ведущий Игорь Ганин. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok